Солидарности трудового народа, рабочих и всей планеты в защиту своих реальных прав. Партия Ленина, Ленинско-Сталинская модернизация, которая руководствует прежде всего солидарностью рабочих и стеат, всех, кто тогда отстаивал советскую власть, сумела в России показать пример, что дает реальная солидарность. Весь 20-й век прошел в борьбе труда и капитала. Солидарность трудящихся позволила распавшуюся и сгоревшую в Первой мировой войне империю собрать в новой форме, форме Союза Советских Социалистических Республик. Солидарность трудового народа породила реальную политику, новую экономическую и план ГОЛРО, который позволил полумертвой стране возродиться, как птицы Феникс, и показать пример всей планете, что государство социализма, государство рабочих и крестьян, государство трудового народа оказывается сильнее всех Антан, всех нашестей, всех Колчаков и Деникиных вместе взятых. Это государство за считанные годы создало мощь своей индустрии, великую науку и классное образование. Государство, которое руководствовалось лозунгом Карла Марса и Фридриха Генгельса, которые написали впервые на манифесте «Пролетали всех стран, соединяйтесь», соединившись трудовой народ, сумел не только возродить свою державу, но и расколотить фашистский рейх, который к тому времени покорил и разгромил всю континентальную Европу. Солидарность и сполоченность трудового народа, которая была помножена на прогрессивные движения в борьбе против фашизма, всех добрых сил на планете, сумела не только одержать победу в мае 45-го, но и возродить страну, создать ракетно-ядерный паритет и первым прорваться в космос. На мой взгляд, совершенно не случайно, что несколько праздников, главных праздников, вмещаются как бы в один месяц. Без солидарности не решался бы ни один вопрос и ни одна проблема. Солидарность трудового народа сильнее всех танков, всех полицейских вызовов, всех сыщиков и всех предателей в этом мире. Солидарность трудового народа позволила нам, одержав победу, создать условия для того, чтобы новое поколение сумело, прорвавшись в космос, освоить самые новейшие технологии. Советская страна была первой в мире по всем основным показателям. Мы недавно отметили 60-летие полета, удивительного полета русского советского офицера Юрия Алексеевича Гагарина. Звездам, космос, он открыл новую эру. Но эта эра базировалась прежде всего на солидарности, на солидарности всех народов, которые объединили русские под свои знамена. 190 народов и народностей великой советской страны, опираясь на дружбу, доказали, что эта солидарность рождает самые великие подвиги. Я хочу сказать, что вот эти три праздника, Первый май, Святая Пасха и наша победа, объявлены прежде всего идеалами дружбы и справедливости. Дружба и справедливость сумели доказать свою живучесть даже после предательства 91-го года. Когда в 91-м идеалы социализма, дружбы, солидарности и трудового народа были преданы, когда Горбачёва, Ельцин и Яковлевы вся эта мерзость предала страну и встроила её в ход дядю Сэму, всем стало ясно, что отнимают у трудящихся их главные права. Я посмотрел вчерашнюю встречу председателя Думы Володина Александра Александровна. Бабушка Аня подошла к Володину, взяла его за ручку и прокомментировала всю прошедшую жизнь. Ей только что в январе исполнилось 90 лет. И говорит, сынок, я была ребёнком войны в 10 лет, когда фашисты захватили нашу Тамбовскую область. Я после войны получил огромную помощь и от Красной Армии, и от Советской власти. Почему сегодня у меня отняли всё? Почему те, кто без конца воруют и врут, да ещё походя крестятся, сегодня не говорят народу правду? Почему даже тот подарок, который мне полагался к 90-летию, я получаю через три месяца? И то меня вызвали для того, чтобы её вручать. Почему инфляция выше оказалась тех процентов на деньги, которые я отложила на гробовые? Почему этот разгул преступников и мерзавцев поощряются исполнительной власти? Я хочу, чтобы вы внимательно услышали то, что сказала Анна Александровна. Наша фракция, наша партия все эти годы, возрождая идеалы справедливости и сильную партию защиту трудового народа, каждый день отстаивает права его в Государственной Думе, 11 тысяч депутатов от Москвы до Дальнего Востока, сегодня вышли поклониться памятникам в Великой Советской эпохи, продемонстрируя свою солидарность, после того, как дружно, организованно и очень ярко прошёл нас 18-й съезд. Почти полгода мерзавцы всех степеней в сети распускали всякие байки, унижали страну и партию, врали и неистостили, ничего. Это не подействовало на тех, кто верит в трудовой народ и проявляет реальную солидарность в этой нелёгкой жизни. Я благодарю всех, кто поддержал нас в ходе проведения съезда, всех, кто прислал нам поздравления и приветствия от Пекина до Гаваны, все по линии Союза Компартии, которые участвовали в онлайн в нашей съезде, делегаты участвовали здесь в Подмосковье, но почти 5 тысяч наших сторонников и друзей были свидетелями исключительно эффективной работы нашего съезда. Здесь завершилось принятие постановления выборов центральных органов сплочённостью и боевитостью. Хочу подчеркнуть, что наши три лозунга, три главных девиза, которые свидетельствуют о реальной трудовой солидарности, это прежде всего левопатриотический фронт, когда мы вместе с штабом протестных действий и комиссией по проведению выборов пригласили все патриотические силы. Я сожалею, что некоторые дрогнули под напором власти, но не они будут определять успех предстоящих выборов, будут определять те, кто своим трудом, умом и талантом определяет судьбу любой державы и любой страны, прежде всего рабочие и крестьяны. Именно труд рабочих и крестьян, как писал Маяковский, на этих двух осях вращается вся жизнь. Именно хлеб, который мелит реальная производительная мельница, может накормить нищих, жаждущих и голодных. Я благодарю всех, что к нам прислал не только свои поздравления, но и программный документ. Набирают силу движения за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую родину. Без социализма, без справедливости, без великого лодунга Карла Маркса, пролетарий всех стран, соединяйтесь, без трудового народа не решается ни одна проблема. Мы специально приняли резолюцию в связи с 80-летием начала войны. Фашистский рейх воспринял только потому, что буржуи Англии, Франции, Германии сделали ставку на фюрера. Он бы был на задворках истории, если бы буржуям этой правой команде не требовался тот, кто будет в писях сжигать целые народы и защищать их капиталы. Но, видимо, фашисты всех мастей, националисты не сделали выводы из нашей победы в мае 45-го. Сегодня снова нацисты маршируют по Киеву, матери городов русских. Сегодня снова фашисты определяют уровень политической толерантности непосредственно при Балке. Сегодня предатели и мерзавцы раскапывают могилы советских воинов, которые освобождали Польшу, Чехословакию, Болгарию. Я глубоко сожалею, что в Болгарии пришла власть, которая забыла совершенную историю. Четыре орловских полка с моей родины Орловский, Брянский, Волховский и Севский в почти полном составе полегли, освобождают Османскую и Братскую Болгарию. Я глубоко сожалею, что трудовой народ Беларуси в Болгарии не восстал против той политики, которую проводят там сегодняшние власти. Но мы сегодня заявляем, что для нас справедливая социалистическая родина это прежде всего пример братской Беларуси. Братская Беларуси показала всем нам, как надо сражаться за народную собственность, за свою работу, за достойную жизнь, за и реальный суверенитет. Мы официально подтвердили свою политику на съезде, что будем поддерживать братскую Беларуси и все сделаем для того, чтобы сплотить левопатриотические силы. Итак, широкий блок левопатриотических сил, движение за СССР, сильную, справедливую, социалистическую родину и наш штаб по защите от политических репрессий объединяются и в силе, и в дружно под нашей программой идут на предстоящие выборы. Я хочу поблагодарить штаб протестных действий у главе Скашины, нашу комиссию, которая занимается выборами, те, весь левый блок, который пришел и вместе с нами формирует близкий состав ведущей думы. Тот парламент, который за пять лет не осмелился принять поддержку детей войны, не заслуживает никакой поддержки. Никакой. Восемь раз мы вносили, чтобы дети войны получили поддержку и реальную пенсию, отказались проголосовать. Этот парламент полностью изронул выборное законодательство, предлагая голосовать на лавочках и перьях. Мы считаем, что страна достойна другого парламента. И в этой связи приглашаем в сентябре вас на выборы, которые во многом портоделят мирный и фронтичный выход из страны из тяжелого системного кризиса. Я сегодня заявляю протест тем администраторам, которые нахально и грубо запретили нашим коллегам и возлагать цветы монументам Ленину нашей воинской славы. И считаю, они в этом отношении ведут себя хуже фашистов, потому что они видят, что страну обложили в санкции, они видят, что ей объявили войну гибрид. Они должны понимать, что лишь сплоченность государственных патриотических сил сможет спасти страну от нового нашествия. Мы демонстрируем такую волю, прекрасно понимая, что лишь широкий блок государственных патриотических сил и правительство народного доверия сможет вывести страну из этого кризиса и обеспечить ей подлинный суверенчат. Я хочу заверить всех наших товарищей, всех друзей, что мы проявим удвоенную солидарность, защищая совхоз имени Ленина, против которого новая рейдерская атака идет самым преступным образом. Вал Николаевич, спокойно трудитесь вместе с коллективом. Вы по результатам соревнований прошлого года стали лучшим предприятием нашей страны. Пусть трудятся достойно казанкову с Валесибирском и Вениковском, потому что это предприятие стало лучше непосредственно в Европе. Никакие там чиновники, жадебных банки и прокурорских мундиров не ходили вокруг этого предприятия. Мы не отдадим его на растерзание. Пусть помнят и знают в Иркутской области, что мы все сделаем, чтобы вытащить из-за стенков, куда незаслуженно совершенно засадили сына Левченко. За полгода никаких допросов. Просто взяли и посадили для того, чтобы была наука, кавычка, для других. Я сегодня переговорил с Дальним Востоком, с Варкутским, с Новосибирским, с Хакасией, с родным Орлом, переговорил с Братской, Белоруссией и Северным Кавказом. Все наши организации сегодня проводят массовые мероприятия, посвященные дню 1 мая нашей великой солидарности. Да здравствует солидарность трудового народа, да здравствуют те, кто определяет своим умом и талантом главный смысл жизни на земле. Рабочие и крестьяне, учителя и врачи, инженеры и ученые, военные, все, кто создавал славу нашей тысячелетней державе. Но самой великой державой была, когда солидарность рабочих и крестьян родила советскую власть. Когда советская власть доказала, что она самая умная, самая храбрая, самая сильная и самая победная. Да здравствует солидарность трудового народа. С праздником! Ура! 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 Спасибо! Давай проклятим заклинённый! Ура! 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 Владиславыч, иначе Андрей. Его сейчас снимали, а потом всё это выложили. Не каждый день. Я заканчиваю репортаж.